Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы будем играть в игру, которая называется Прикосновение Бога. Как только мы ее запускаем, тут сразу название и надпись. Найдите подсказки и решите свою судьбу. У этой игры очень много скачивания, она реально интересная, и поэтому мы решили ее взять. Мы вообще скучных играх себе на канал не берем, поэтому я вам обещаю, сегодня будет очень интересно, весело и прикольно. Обязательно досматривайте этот ролик до конца. Погнали, нажимаем на старт. Итак, левел первый, обучение. Женщина просит дать ей ребенка, типа, ну, у нас мы там боги, или мы, ну, короче, высшие силы. Нам просят дать ребенка и какая-то подсказка. Вот, я куда-то нажимаю, видим мертвый цветок, и у нас отрицательная шкала заполняется. Окей. Теперь мы нажимаем вот сюда, смотрим еще сюда. Ооо, это еще и алкоголь. Все, понятно, подруга, ты что? Мы можем либо дать ей ребенка, либо не давать. Ну, ребята, здесь, конечно, все очень сложно. А это что такое? Мы нашли книжку 10 шагов, чтобы стать идеальной мамой. О, ну это хорошо, это полезно. Но у нас есть мертвый цветок, ну, хотя цветы тяжело сравнивать с ребенком, поэтому на это не обращаю внимания. А вот этот вот напиток, возможно, даже не ее, поэтому очень сложно. Вот опять, только первый левел, и я уже не знаю, что делать. Ну, давайте, наверное, дадим. Это логично, наверное. Ну, она читает книжку, как стать хорошей мамой. У нее тут что-то подготовленное. Я так понимаю, это уже у нее кроватка. Ладно, короче, предлагаю все отдать. Оп, тестик на беременность, она беременна. Опа, пузико появилось. И игра нам пишет, что она более ответственная и ищет лучшего папу прямо сейчас. То есть, да, бутылочка была не ее. Все, это хорошо. Можем идти дальше. Левел 2. Что у нас здесь? Я хочу выглядеть, как он, да. Ну, стоит парень полненький, а там стоит супер накачанный чувак. Нам здесь нужно найти какие-то подсказки. Так, ну вот гиря. На гирю нажать нельзя, на брусье нажать нельзя. Так, а под майкой что у тебя? О, какой-то ключик. Ну, и тут показано, что он очень много ест бургеров. Ну, блин. Я как бы понимаю тебя, я знаю, что тяжело, тяжело есть эту правильную еду, всякие эти брокколи и так далее. Это реально очень сложно следить за питанием. Но пока ты это не начнешь делать, ну, ты и будешь полненьким, а не вот таким вот, как этот чел сзади. Мне его жалко, я понимаю, я тоже, я тоже хочу быть вот как он, такой, накачанный, чтобы руки, чтобы пресс, чтобы 8 кубиков. Пока один, но большой. Ну, или даже не кубик, может, кружок. Но я так понимаю, что у нас еще есть подсказки, потому что нам еще не дают решение. Так, какие могут быть подсказки? О, часы. Что на часах? Так, мама на часы написала, типа, мой хороший, прими мои лекарства. И это сыграло в позитив. Так, я так понимаю, что у него какая-то болезнь. Блин, какая-то сложная игра. Я теперь понимаю, почему она такая популярная, интересная, потому что здесь такие вопросы поднимаются. Но мне сложно. Хорошо, у нас еще не все. Мы можем найти еще какие-то подсказки. Что у нас здесь? Ааа, он работает в благотворительности, типа, сохраним детей. То есть он помогает детям. И теперь у нас есть выбор. Мы либо ему можем помочь, либо не помогать. Короче, так как это игра, так как это нереальная жизнь, я, конечно же, ему помогу, чтобы он выглядел накачанным. Но на самом деле, чтобы быть накачанным, нужно реально стараться. Выглядеть спортивно, нужно следить за питанием, есть всякую гадость. Но так как это игра, я добрый сегодня. Да, держи. Все, теперь ты качок. О, мое, посмотрите, какой стал. Вот бы мне так хоть раз, хоть раз. Ну, типа, пожалуйста, можно я буду супер накачанным, супер спортивным? Спасибо. Теперь он станет персональным тренером в своем спортзале. Это круто. Мы ему помогли. Ну, игруха пока реально трудная. Так, третий левел. Она говорит, я хочу быть худее, то есть тоньше. Но опять же, ну, не то, чтобы она прям полненькая, ну, просто такая крупная, и что? Максимальное количество персон три человека, а она залазит четвертой. Это, конечно, неправильно. Да, согласен. Это играет в негатив, потому что, ну, сверху прям написано, максимальное количество человек три. Зачем ты лезешь в четвертый? Это уже не потому, что ты там полненькая или какая-то. Это уже упрямство, знаете? Нет, я пойду, я залезу. Мне такое не нравится. Но это еще не все подсказки. Давайте еще что-то посмотрим. Что у него в сумочке, наверное, что-то есть? Ее бросил парень из-за его веса. Офигеть. Ну, она сразу в позитив это сыграла. Там парень написал, типа, оставь меня, приходи, когда похудеешь. Оу, отвратительно вообще. Фу, как грязно. Не, это вот мы не уважаем, конечно, вообще. Осуждаю, осуждаю максимально. Но нам нужно что-то придумать. Так, еще какие-то подсказки здесь есть. Так, что у вас, что у вас здесь, что у вас здесь? А что у тебя на губах? Шоколадку ела, да? Блин, согласен. Надо шоколадку хочется покушать. О, цветы. Что это такое? Она выбросила мусор в цветок. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не знаю, не знаю. Как-то все это слишком жестко. Я, конечно, парень бросил, я все понимаю, но она, во-первых, упрямая, она залазит в лифт, хотя знает, что больше людей туда не должно залазить. И она выбросила мусор в цветок. Не, ей я не буду помогать. Извините, но нет. Стоп, эээ, ээ, что происходит? Почему я еще сильнее надул ее? Я, что произошло? Я извиняюсь, я не то хотел сделать, я просто не хотел ей помогать. Я думал, я пройду мимо, пускай она дальше сама там разбирается. Я думал, она там лифт еще будет дольше ждать. А ее просто надули. Точнее, ну, надул я, но я так не хотел. Это нищетово. Парень идет с девушкой, поворачивается на другую девушку, вот в этом вот в оранжевом, и говорит, я хотел бы на ней жениться. Офигеть, ты что, обалдел, козел? Так, хотя нет, стоп. В этих играх бывает такое, что нужно не принимать вот таких вот быстрых решений. Надо все посмотреть, все подсказки. Начнем. У него сломана рука, или что это, что это? Она заботилась о нем, посмотрите. У него реально сломана рука и нога, а вот эта вот девочка его кормила, любила, ухаживала за ним, и он все равно уходит к другой. Ой, козел, блин, козел. Хорошо, спокойно. Что тут еще по подсказкам есть? Вот есть какой-то телефончик, что-то написано. Она в Тиндере сидит с другим, вы посмотрите. Это что такое? Она мало того, что за ним ухаживает, но еще и в Тиндере с другим сидит. Это что? Это как понимать? Так, у нее есть еще какой-то браслет, и что это? Она помолвлена с каким-то Эриком, а он хочет сделать ей предложение. Он что, офигел? То есть вот с этой девушкой, которая за ним ухаживает, которая его, ну, как бы любит, да, понятно, сидит в Тиндере, но может быть, еще приложение не удалила. Я просто занимаю ее почему-то сторону, не знаю почему. А он с первой встречной, которая еще и помолвлена и сразу хочет на ней жениться. Нет, конечно. Я такому не позволю случиться. На. О, я его куда-то забираю. Что происходит? Они просто подружились и ушли? А мы чувака забрали? Левел на самом деле был сложный, потому что, ну, очень тяжело принимать какие-то такие решения. Ладно, погнали, пятый левел. Я хочу быть такой же клевой, как она. Ну, слушай, не знаю. По-моему, ты тоже нормально выглядишь. Ну, неплохо. Ну, типа вот, есть девочка слева и девочка справа. Вот кого бы вы выбрали? Можете написать в комментариях. По-моему, вот девчонка слева тоже нормально выглядит. Справа ну, просто очень много красок. Но эти краски, они смываются ночью, с утра можно с ума сойти. Ладно, пойдем по подсказкам. Что в мобильнике у нас есть? Здравствуйте. Альбом. Ой. Это ее фотография? Ну, без макияжа она тоже выглядит достаточно странно. Но мы не знаем, как она без макияжа справа выглядит. Поэтому... О, что у нее в руках? А ну-ка, что это такое? Подождите. Не, не понял. Вы вообще поняли, что произошло? Вот там был постер, где она с Билли Айлиш, вот эта вот девчонка слева с Билли Айлиш работает, ее на журналах печатают. То есть она сама по себе клевая. Но ей все равно не хватает. И она хочет быть такой же, как и она. Но на самом-то деле она уже клевая. Погодите, нам нужна третья подсказка. Что где? 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 Что тут? Вот лупа какая-то. Что здесь такое? Уевши. И что, мы можем ей либо помочь, либо нет. Но если она хочет быть такой же клевой, ну да, она без макияжа выглядит, ну, не так привлекательно. Но с другой стороны, ее печатают на журналах и у нее вши. Я вообще не знаю. Ну, в этом случае, наверное, можно ей помочь, если она просто хочет улучшить свою внешность. Но хотя она и так нормально выглядит. Ну ладно, мы ей поможем. Па-бам! Ну и что поменялось? Вот до, вот после. Ну там чуть-чуть где-то подкрасили, но на самом-то деле... Зачем было так сильно хотеть? Только меня потревожили. Следующий левел. Помоги мне жениться на ней. Да это он у меня просит? Вот я, как, типа, всевышнее существо, у меня просит, помоги мне жениться на ней. Я думаю, что это все должно быть как-то естественно. А вот это как-то странно. Во-первых, я уже вижу татуировку. Если эта татуировка не ее, а он до этого точно так же кого-то любил... А, нет, это все-таки ее татуировка. Он реально ее прям супер сильно любит. Но у него тут что-то в кармашке лежит. Что это такое? А, это типа любовь его детства? Ё-моё, ну конечно же мы поможем. А как после этого не помочь? Ну конечно помогу. Но все-все-все-все-все-все-все-все. Тут уже она упала в него на руки. Все-все, я уже зацвел. Давайте дальше. У меня тоже была любовь детства, но там вот так вот, ну я... Короче, ладно, не важно. Погнали дальше. Восьмой левел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ДНР репорта. А как это? Это типа жалоба какая-то? Или что? Это типа на нее пожаловались? Я пока ничего не понимаю. Давайте идти по подсказкам. Надо разбираться в этой ситуации. Что здесь написано? О, это поддельный документ. Вы посмотрите, тут ручка и зачеркнута и написано 99, 99, 99. О май гад! Ребята, я такое узнал! Этот документ, это без нацовства. И что мне делать? Вот подскажите мне. Так, ладно, погнали. Идем дальше. Что здесь? У этого ребенка такое же наследственное пятно, ну такая же родинка, грубо говоря, знаете, как и у бати. Подождите, это все вообще усложняет в тысячу раз. Но давайте разбираться. Там написано 0.0001%. И возможно именно вот в этот маленький, малюсенький процент попала вот эта ситуация. Как можно объяснить одинаковые родимые пятна? Ну реально, что это за бред? Что еще? Какая подсказка есть еще? Какая-то машинка едет бесконечно. Дети, куча детей. Вот что вот это за дети? Есть еще какая-то кукла? Ой-ой-ой-ой-ой, это кукла с записями. Она снимала на видео. О, е-мое, она его шантажировала. Ёшкин кот, это полная жесть. Я не собираюсь никак решать эту ситуацию, если честно. Блин, ну окей, она его шантажировала. Но он пришел с претензией, что это не его ребенок. Но по факту-то ребенок-то его. Поэтому мы поможем этой матери. Опа, и все. Счастливая семья. Будет бы всегда так, вот какая-то проблема. Готово. Десятый левел. Что у нас здесь? Мне нужен парень, такой как этот. Так, ничего тебя не смущает? То, что вот сверху здесь написано, разыскиваются. Это преступники, йоу. Это преступники! Алло! Так, окей, хорошо. Здесь что? Ё-моё, они грязные вещи делают. Не-не-не-не, девчонка, и я тебя спасу. Я тебе не буду в этом помогать, но ты мне за это еще и спасибо скажешь. 9-1-1, вызываем копы, приехали. Их схватили. Сюда! Одна минута спустя арест. Ооо, она влюбилась в другого! Следующий уровень. Мне говорят, помоги мне! Я? Ну вы посмотрите, что у вас здесь происходит. Это муж застал жену. А ну-ка, давайте-ка посмотрим. А, не, это батя. Тогда все меняется, конечно. Подожди, батя почему-то орет на нее. А почему он на нее орет? Так, она приготовила подарок для мужа. Это хорошо, это отлично. А, подождите, а это ноги чьи? Опа! А что это за ноги такие? Конечно, мы делаем пунешь. А ну-ка! Здорово! А ты кто такой? Дальше, у нас есть песик. Вуф-вуф! Клево озвучил. Я бы хотела понимать его. Ну ладно, у меня такое тоже желание есть. Я иногда к кошке подхожу, говорю так, слушай, если ты умеешь разговаривать, признайся, я вот никому не скажу. Я понимаю ее желание, хорошо, что здесь? Она забыла его покормить. Ну, офигенная хозяйка, просто вот, топ, молодец. Блин, бесишь уже с первой секунды. Что у тебя в карманах, что где, показывай, что это такое. Это сделано из настоящей лисы. И она еще хочет его понимать. О, подождите, а кто там в окне? Это кто? Первый день. А, у нее есть картина этой собаки. То есть, на самом деле-то она его любит. Просто, ну, забыла. Я не знаю, ну, давайте поможем. На самом деле, ну, типа, вроде собаки ок. Ладно, давайте поможем. Упс. Я не так хотел помочь. Что я наделал? Мне игра написала, будь осторожен со своими желаниями. Я согласен. Ладно, идем дальше. О, мне нужно немного передохнуть. Говорит нам рабочий. Рабочий очень устал. Что за картина у него здесь? Семейное фото, он трудится для семьи. Ой-ой-ой. Так, а это что за рабочие часы? Что здесь? Том сейчас не должен работать. Это Том же? Да, он работает в свой выходной? Блин, это жестко. Что тут еще? Что еще? Что еще по подсказкам есть? Опа. А, так Томик у нас это, такой, работяга. Том, Том, Том. А что же мы это делаем, Том? Не, ну, с другой стороны, он вообще не должен сегодня работать. Ладно, давайте мы ему поможем. Ладно, все, отдыхай. Все, держи. Диванчик, отдыхай, пожалуйста. Не, ну я считаю, что здесь было правильное решение. Он не должен был сегодня работать. О, стоит чел и кричит, я не готов быть папой. Попался, все. Он попал на мой суд. Погнали. Что здесь? Есть какая-то картина. Так, у него картина, что написано, лучший дядя. То есть, на самом деле, как это правильно сказать? У него уже есть опыт... Лучший дядя. Ну, дядя, ну, опыт в отцовстве-то уже есть какой-то с детьми, умеет функционировать как-то. Он не готов, он уже плюс-минус готов. Оп, здесь-то что? А, она его вообще обманывает. Она подушку засунула под живот. Это пранк? А здесь? Здесь тоже пранк или нет? О, она пукает. А, у нее колики просто. Чего? Да ладно, чел тебя разводят. Расслабься, я тебе помогу. Оп, оп, и все. Они не беременны, на самом деле. Фу, засейвил. Следующий левел. Чел сидит на работе и говорит, я хочу повышения. Ну, давайте разбираться. Что здесь за картина? Это что такое? Работник месяца. Хорошо, он хорошо работает действительно здесь. Что за картина? Ты так много работаешь, я хочу, чтобы ты проводил со мной больше времени. Давайте поможем. Ладно, здесь все понятно. О, кто это? Это директор типа или что? Его поставили новым директором? Он стал новым директором благодаря нам. Вот так, потому что он упорно трудился. Новый левел и очень сложный. Осужденный, сидит, уже приговоренный. И он говорит, что я не виновен. Блин, надо разбираться. Вот здесь вот что написано. Его имя Джош, ему 38 лет. Суд сказал, что он виновен. И он виновен в очень таком тяжком преступлении. Я на ютубе его не буду даже называть. Блин, но суд сказал свое дело. А здесь что? Что это такое? Моя дочка. Я хотел бы измениться, но не могу. Типа, туда-сюда. Я тебя очень люблю. Ё-моё. Я вообще все в стоп. Полицейский почему-то плачет. А что он плачет? Потому что он его когда-то спас. Он тонул, и он его спас. Так, это какая-то уже шняга. Ну и что мне делать? Решение суда есть решение суда. Все, давай. О, я стейдж нажал. Я его спас случайно. Ну ладно. Все равно это просто игра. Я случайно, реально. Я не знал. Так, новый левел. Я хочу лучшей жизни для моей жены. Ой-ой-ой. Так, а что это за засос? Это чей? Он ей изменяет. Ну конечно, ну конечно. Начинается. Он еще ей любит. Это... Если хочешь лучшей жизни, то мы тебя удалим из ее жизни. Мы ей поможем, а тебе нет. Э, а что он радуется? Я думал, что если я помогаю жене, то его это... Выбрасываем соотношения. Ну ладно, может быть он исправится. А это что такое, мадам? Что такое? Я хочу это купить. Стоит сумка за 800 долларов. Вот так иди поработай и купи. Но тут сидит еще снизу бедный человек. И что? И что происходит? А, окей. Это из настоящего тюленя или из моржен настоящего сделана вот эта вот штука. Мне уже не нравится. Я уже не хочу ей помогать. Она просит вот это у меня? Ну хорошо, она ему помогла. Это конечно хорошо, да. Благотворительность, это круто. Я вообще поддерживаю. Молодец. Но блин, камон. И эта сумка сделана не из настоящей кожи. Ну какая разница, почему я должен ей помогать купить эту сумку? Она что, офигела что ли? Ко мне с такими запросами не обращайтесь. Это уже ваши какие-то материальные личные вещи. Хотите покупать, идите зарабатывайте, покупайте. Это ваши деньги, я к вам не лезу. Но у меня вот таких штук просить не надо. Все. До свидания. О, я вообще эту сумку отдал бедняку. Вот так вот. О, еще одна. Хочет какое-то новое платье, которое стоит много-много денег. И здесь бедняк. Она еще ее ударила. Все, понятно. Все, можно дальше не смотреть. Все, я ей отказываю. Она ударила человека. А, она еще и стреляет по воробьям. Все, до свидания вообще. Поворощай. Во, вот так вот тебе лучше. Заслужила. Нету парковочных мест. И что? Мне нужно парковочное место. И что? Он нарушал скоростной режим. То есть он ехал очень быстро. Это плохо, если он катается по городу быстрее, чем надо. Это я уже осуждаю заранее. Здесь что? Здесь у нее мишка. Для дочери. Он везет мишку для дочери. Это, конечно, хорошо. Но по городу из-за этого кататься быстро не надо. Хорошо? А, он еще и мусор выбрасывает на улице. Ну все, мы ему не помогаем. Это уже понятно. Я ему помогать не собираюсь. Не. Э, в смысле? А, вот так. Отлично. Вот это нормально. Фух, я уже постепенно с этой игрой каким-то злым становлюсь. Здесь очень сложно принимать взвешенные решения. Но если вам эта игруха понравится, здесь будет много лайков, то мы обязательно снимем вторую часть. Ну а пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Глент. Всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.